Змеи наводят страх на большинство созданий нашей планеты. Но и им самим не чужд страх. Они боятся гигантских варанов, ненавидят пересекаться с хитрыми и ловкими мангустами и сурикатами и впадают в ужас при виде некоторых птиц. На это стоит посмотреть. В этом выпуске я покажу вам животных, которых боятся даже самые опасные змеи в мире. Варан Вараны бывают разные. Какие-то не очень большие и напоминают просто крупных ящерок, которых вы все видели хотя бы раз в жизни. А какие-то по-настоящему огромные. Например, комодский варан. Это вообще самый большой ящер на планете, который может вырастать до 4 метров в длину и весить свыше сотни кило. Змеи его очень боятся. Даже самые опасные и ядовитые из них трепещут при виде этого ящера. Смотрите, как эта кобра не решается напасть на комодского варана. Смешно. Еще бы. Если она это сделает, он ответит ей, а потом еще и слопает. Уж поверьте, вараны это умеют. Змеи стабильно входят в их рацион. Большинство варанов бесстрашно сражаются со змеями, после чего поедают их, иногда даже заживо. Меня не побеждали в бою с 9 лет. Может, пришло время? У меня нет ни шанса. Яд им нипочем. Многие вараны обладают потрясающим иммунитетом, поэтому токсины им не вредят. С другой стороны, сами вараны бывают ядовитыми. Тот же комодский варан обладает ядовитыми железами, которые оказывают дополнительный эффект при охоте на змей и не только. А иногда вараны даже не обращают внимания на змей. Даже кобра может вцепиться в ящера и начать пытаться прокусить его прочную броню, а тот будет просто идти по своим делам, игнорируя ползучую. Змеи боятся варанов, потому что любая стычка с этими ящерами может стать последней. Но все равно иногда рискуют и сами нападают на варанов. В основном, это заканчивается для ползучих плачевно. Сурикат В отличие от того же варана, сурикат не выглядит грозно. Да, это хищный зверек. Да, он охотится. Но все-таки он очень милый внешне. Сурикаты забавно стоят на задних лапах, отличаются любопытством, а их размеры просто смешные. Весят они менее одного килограмма. Но змеям не смешно, когда они видят сурикатов. Если вараны могут просто проигнорировать змею или сверья порасправиться с ней на месте, то сурикаты избирают другую тактику. Когда они видят змею, то зовут всех своих собратьев, чтобы те пришли посмотреть на нее. Причем в буквальном смысле. Целая стая сурикатов прибегает к месту, зверьки встают и начинают таращиться на змею. Нередко они ее окружают. Они могут даже ничего не делать, а просто испепелять ползучую взглядом. Из-за этого змея начинает нервничать. Она пытается укусить сурикатов, но те ловко избегают атак. В какой-то момент змея начинает бояться таких безбашенных и юрких созданий, которые не бегут при виде ее, а наоборот подходят лишь ближе. Поэтому просто уползает. Кстати, если змея все-таки поразит какого-нибудь суриката своими ядовитыми зубами, то он, скорее всего, не умрет. У сурикатов повышенный иммунитет к яду многих змей, поэтому они быстро восстанавливаются от укусов. Ну а если им захочется, они сами слопают любую змею, которая им приглянется. Эти рептилии входят в их рацион наряду с ядовитыми пауками, скорпионами и ящерицами. Медоед. Вы еще помните, как я сказал вам, что сурикаты быстро восстанавливаются от яда змей? Тут я погорячился. Порой зверяку нужна пара дней, чтобы прийти в себя и вернуться в строй. Медоед же в этом плане. Просто король регенерации. Яд даже очень токсичных змей его практически не берет. Укушенный медоед просто засыпает, приходит в сознание уже через пару часов и идет искать своего обидчика. Как по мне, даже этого факта хватило бы, чтобы понять, почему змеи его боятся. Но это не все. Ведь он сам нередко нападает на самых разных змей. Медоеду плевать, кто перед ним. Например, он может сразиться с ядовитой коброй. Бой будет не самым простым. Но если рептилия не уползет или не успеет укусить маленького хищника, она точно станет его жертвой. Не ядовитые змеи для медоеда. Вообще пустяк. С ними он расправляется, даже не напрягаясь. Пары минут медоеду вполне достаточно, чтобы заполучить себе вкусный обед в виде какого-нибудь ужа. Или даже питона. Несмотря на то, что сам медоед не превышает и метров в длину, а весит около 10 кило, он не боится покушаться на африканских питонов длиной в несколько метров. Будучи агрессивным, цепким и стойким, медоед способен перетерпеть даже смертоносный захват змеи, а потом выместить на нее всю свою злобу. Многие животные в Африке, включая змей, наслышаны о медоеде и стараются не связываться с ним лишний раз. Недаром медоеда часто называют самым отмороженным зверем планеты. Аист. Для кого-то эта птица может показаться неожиданной в такой подборке. Это потому, что многие люди мало что знают про аистов. Вот если на чистоту, что лично вы знаете об этой птице? То, что у нее длинные ноги и клюв? Или то, что она приносит детей? Все так? На этом познания многих людей об аистах заканчиваются. Между тем, аисты куда интереснее, чем можно подумать. Те же змеи очень боятся этих птиц, ведь ползучие создания едва ли не самое любимое блюдо аиста. Эти длинноногие птицы разыскивают корм не спеша, спокойно ходят и осматривают все вокруг. Но увидев добычу, они резко наскакивают и хватают ее. Змеи порой даже ничего не успевают понять. Еще секунду назад все было нормально, и вот она уже в клюве аиста. Нередко аисты едят свою добычу заживо, прямо на месте. Но иногда перетаскивают ее в другое место, даря жертве несколько лишних секунд жизни. Аисты вообще достаточно жестокие создания. Например, они могут без угрызений совести выбросить из гнезда своего же детеныша, если посчитают, что тот больной или слабый. Мангуст Ну а тут полная противоположность. Если аистов многие не ожидали увидеть в этом выпуске, то мангуст буквально главный кандидат на роль врага всех змей. Кстати, сурикаты, про которых я уже рассказал, родственники мангустов. Они тоже относятся к семейству мангустовых. Но при всем уважении к сурикатам, мангусты расправляются со змеями куда круче. Битва мангуста и змеи – это всегда настоящее шоу. Змея пытается укусить зверька, а тот ловко уворачивается от любых укусов. Мангуст готов отпрыгнуть в любую секунду, даже в любую долю секунды. Таким образом, он выматывает змею и одновременно изучает ее слабые места, словно какой-нибудь профессиональный боксер. Мангуст обладает очень острыми зубами и невероятной скоростью, поэтому ему нужно, чтобы змея ошиблась всего раз. Как только такое происходит, зверек мгновенно вцепляется в ползучую и больше уже не отпускает ее. Так он может расправиться даже с самыми опасными змеями Африки – черными мамбами или с грозой Юго-Восточной Азии – королевской коброй. Да и вообще с кем угодно. Это работа мангуста, которую он выполняет на отлично. Ну а даже если день у хищника не задался, и змея все же укусила его, ее яд, скорее всего, не подействует. Змее нужно укусить мангуста несколько раз подряд, передав тому крупную дозу яда. Только в этом случае животное может стать жертвой ядовитой змеи. С питонами же мангусты связываются не так часто, понимая, что одолеть длинную и толстую змею им будет крайне трудно. Ёж И снова неожиданный для многих зверек. Ежи выглядят очень мило, особенно когда они еще детеныши. За исключением колючих иголок, они кажутся безобидными, они будто и мухи не обидят. Но это совсем не так. Да, ежики действительно классные и милые, но только для людей. Различные насекомые, слизни и черви другого мнения на этот счет. Они боятся ежей, ведь эти колючки питаются ими. Змеи тоже их боятся. Тут все примерно как в случае с дикобразом в Африке. Вроде бы зверек выглядит безобидно, однако охотиться на него крайне трудно. Да и он сам может дать отпор, что мало не покажется. Ежи неконфликтные и редко провоцируют змей на бой, но если схватка завязалась, змее будет очень нелегко. Любая атака будет грозить ей сразу десятками болезненных уколов. Некоторые змеи это быстро понимают и в панике уползают, но некоторые бьются до победного конца. Победного для ежа. Ежи нередко пользуются тактикой выжидания. Они защищаются, подставляя свои иглы под удары змеи, изматывают врага, а после этого уже без труда расправляются с ними, поедая заживо. Таким образом, еж может расправиться даже с гадюкой или коброй. Их яд, кстати, не всегда действует на ежа. У того, помимо всего прочего, еще и мощный иммунитет к различным токсинам. Как видите, у змей немало врагов. Однако еще один враг может быть у них прямо под носом. Речь идет о других змеях. Вообще, змеи нередко цапаются друг с другом. Но, как правило, такие бои не заканчиваются трагично ни для одной из сторон. В то же время, в мире ползучих есть создания, которые не просто нападают на своих сородичей и родственников, но и едят их. Больше всего в этом плане выделяется королевская кобра. Чего? Я когда расстроюсь, всегда ем, ясно? Недаром ее еще называют поедателем змей. Основную часть ее диеты составляют именно другие змеи, в том числе другие кобры. Королевские кобры готовы выслеживать своих собратьев, забираться в их норы и укрытия, или атаковать в лоб, лишь бы полакомиться и насытиться. Благодаря своим крупным размерам, королевская кобра порой может слопать сородича целиком. Да, я знаю, я вам противен. Но не только она промышляет таким своеобразным каннибализмом. Есть и другие поедатели змей. Например, королевская змея. Не путайте с коброй, это другой вид, который даже обитает не в Азии, а в Америке. Он сильно отличается от королевской кобры, но в одном они схожи. Королевская змея любит есть змей, в том числе ядовитых, ведь их токсины на нее не действуют. За это королевских змей любят в Северной Америке. Сама по себе змея не ядовитая, зато эффективно устраняет токсичных ползучих по типу гремучников, облегчая жизнь людям. А на этом все. Напишите в комментариях, кого лично вы считаете самым сильным противником для змей. И если вам было интересно, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Спасибо за просмотр.